И сейчас кое о чем, о чем я упоминал, кое-что считалось секретным, для меня же это никогда секретом не было. Не только не было секретом, я сам принимал активное участие в этих делах, что-то делалось по моей личной инициативе. В 1976 году я участвовал в президентской кампании, и в мои руки попала копия письма, написанного членом кандидатской команды Картера, из кругов Бжезинского. В письме говорилось о предполагаемом ядерном нападении на Советский Союз, после того, как начнет работу администрация Картера. Возможно, некоторые из вас помнят, что заключительную фазу своей избирательной кампании 1976 года я посвятил этой теме. Тогда я объявил во всеуслышание, что будущая администрация Картера, Бжезинские кампании, предполагают воплотить в жизнь то, о чем мечтал Рассел, нанести превентивный ядерный удар по Советскому Союзу. И вот теперь этот план был взят на вооружение в сентябре 1976 года. Вот тогда, в 1976 году, я связался с определенными кругами, мы обсуждали эту тему, что можно сделать в этом направлении. Когда речь идет о военном противостоянии, когда вы вооружаетесь, враг объявлен, просто дипломатии решить проблему невозможно. Дипломаты не могут просто вступить и решить все эти вопросы, потому что за спиной у них военная машина. Это военная машина, отмобилизованная с обеих сторон. И смысл ее существования в том, чтобы рано или поздно начать воевать друг с другом. И в данном случае речь шла об атомной войне. Поэтому необходимо было найти промежуточный подход, который бы учитывал военный фактор. То есть, нужно было вести переговоры о мире, и обсудить возможности намерений мира, которые бы учитывали военные факторы и интересы военного истемблишмента. В этом был мой подход. Тогда я связался с американскими военными, которые разделяли мои взгляды во время Второй мировой войны. И к 79-му году я разработал план, который был представлен руководящим кругом страны, а также был передан Советскому Союзу. Тогда я уже знал, что Советский Союз распадется. Не сразу, но процесс уже шел. Воинственность, военные расходы, все это было бременем для развития Советского Союза и его экономики. Поэтому, если бы удалось разработать политику, учитывающую военную составляющую и нацеленную на сотрудничество, а не на конфликт, тогда из этого тупика можно было бы выйти. И вот этим мы занимались. Позднее, когда уже был избран Рейган, он еще не вступил в должность, но уже тогда я наладил контакты с членами его будущей администрации. И через разведывательные органы. А они согласились с моими идеями. Тогда я сказал, что я свяжусь с Советами и предложу им, что у нас есть. И тогда руководство, включая руководство всех государственных спецслужб, ЦРУ в том числе, согласились с этой идеей. Некоторые из них разделяли мои взгляды со времен Второй мировой войны. Я их не знал, но наши взгляды на ситуацию были близкими. И вот это было мое детище. Я прилугал усилия к привлечению французов, итальянцев, немцев, аргентинцев и так далее. И я выдвинул эту идею в стратегической оборонной инициативе. Позднее уже администрация Рейгана дала ей это имя, СОИ. Но архитектором этого проекта был я. И продвигал его я. И многое в последующей жизни стало результатом этой инициативы. Так что мы работали тогда над этой программой. Советское руководство участвовало в переговорах с представителями США. На Сицилии в Эричи была проведена конференция. И казалось, дело идет на лад. И в 1983 году Рейган вдруг, ну это было мне известно тогда, взял быка за рога и выступил с речью, со знаменитой речью СОИ. Он предложил Советскому Союзу то, что и я предлагал. И то, над чем я работал с 1975 года. Так что я все это организовал. Почему все это не сработало? Здесь два фактора. Главный фактор – это англичане. Англичане все это и похоронили. Как это произошло? Почему Андропов без всяких обсуждений публично отверг диалог с президентом Рейганом? Да потому, что он был под контролем англичан. А дальше все пошло хуже и хуже. Я имею в виду его последователя, Горбачева. С моей точки зрения, с точки зрения объективной информации, Горбачев был изменником Советского Союза. и его все действия нельзя истолковать иначе. Смотрите сами, Советский Союз стоял на пути гибели. Соединенные Штаты от имени президента при поддержке военных Германии, Франции и других стран предложили путь И предложили путь найти выход из ядерного тупика. Предложили научную программу с использованием новых технологий, которые бы позволили избавить мир от угрозы с военной угрозой. И вдруг этот человек, Андропов, огульно берет и отвергает эту идею. В то время, как значительная часть советского руководства его поддерживала. Ну, вот так это и было. В середине 80-х становилось все более ясно. В Советском Союзе есть люди, которых можно квалифицировать не иначе, как предателей Советского Союза. И эти люди сегодня в России у власти. Возможно, не на самом наверху, но они представляют очень важный фактор силы, и они связаны с Великобританией. Большинство из них училось в Англии. В середине 80-х годов их учила английская разведка. Прямо в Лондоне. И сегодня они занимают в России ключевые посты. и они являются главным препятствием на пути спасения России от гибели, когда грянет бразильский кризис. А это будет. То, как дела идут сегодня, и как разворачивается кризис, финансовый кризис, дело кончится не просто кризисом, а обратного пути не будет, никогда не будет восстановления экономики в мире до тех пор, пока существует такая опасность. Если сегодня не покончить с Уолл-стритом, Соединенные Штаты прекратят существование. Такой страны больше не будет. не только Горбачёв, но и других. И такие люди, как Чубайс, Горбачёв и прочие. Это всё английская школа измены, предательства. Как с русской патриотической точки зрения, так и с советской точки зрения. Это британская школа предательства. И вот это сегодня главная проблема. Брик? Вы имеете это... Окей. Это альянс Британской империи и вся эта история вокруг Брик. Вспомните, экономическая система Соединенных Штатов рухнула в августе 71-го года. Тогда Британская империя и Джекоб Ротшильд создали эту самую группу. И сегодня они всем заправляют. Там всё провнило и там всё лопнет. Но это центр пузыря, который лопнет. И когда этот пузырь лопнет, если у нас не будет политики, которую можно будет предложить, мы вернёмся в тёмные века. И в этом вся проблема. Но проблема также и в том, что Россия, Индия и Китай у них есть жизненно важный интерес и совместно с Соединёнными Штатами и с континентальной Европой. Можно пересмотреть и создать новую систему сотрудничества и вывести мир из кризиса, в основном на основе ядерных технологий, развития транспорта, строительства, инфраструктуры. Всё это можно сделать, всё это можно профинансировать и можно покончить с этой депрессией. Но вот проблема в этом. Это проблема влияния этой своры изменников внутри российской системы. Вот это ключ к этой проблеме. Так что вот это техническая проблема. На это нужно обратить внимание и их нужно уничтожить. это враг. Не надо распыляться, не надо припоминать всех, кто вам не нравится. Нужно увидеть реального врага и уничтожить этого врага, а остальные подождут. Так что нужно уничтожить врага. Всё это, конечно, всплывёт, но если враг всем заправляет, то будет так, как было в США в 2007 году, в конце президентства Буша. тогда можно было организовать оздоровление экономики, выйти из кризиса ипотечного, который разразился летом 2007 года. У меня тогда была программа, как его восстановить и как начать реорганизацию. Но всё пошло в другом направлении. Начали спасать Уолл-стрит за счёт людей, за счёт народа, за счёт страны, спасать эту свору. А эта свора хочет уничтожить Соединённые Штаты и уничтожить вообще цивилизацию. Такие вот у них планы. Но оставим их в покое и оставим в покое их планы. Задумаемся, как победить этого врага, как избавиться от этого чудовища, как Россия избавится от этого чудовища, от этого суккуба, который высасывает из них кровь, от этих жуликов и проходимцев. Необходимо посмотреть на всё это внимательнее, как я следил за событиями в России в 90-е годы. Россию методично разрушали. Планы разрушения России, происходящие с 89-го года, были разработаны в Англии под английским надзором, и разработали эти планы россияне. Под английским руководством готовили всё это, такие как Чубайс, Горбачёв и прочее. Это изменники Советского Союза, изменники своей собственной страны, они разрушили экономику России после распада Советского Союза и делали это целенаправленно, по политическим целям. И эти же люди из той же компании сегодня разрушают нашу страну. Поэтому у нас с Россией общий враг. есть страны такие как Китай и Индия, которые готовы сотрудничать с нами по реорганизации планеты, по использованию ядерной энергии, по развитию космоса, развитию космических программ, развитию науки и техники, исследованию близлежащего космоса. У нас есть фракс, и нужно это понимать. Вот так это все происходит в истории, а не так как пишут Нью-Йорк Таймс или Вашингтон Пост. Это все мусор. Вот так это все здесь работает. И так всегда было в современной истории, начиная с Пелопонезских войн, европейской истории. Вот это мы должны победить. Английские агенты внутри российской системы разграбили и обанкротили Россию под английским руководством. Хотите узнать, где конторы, где сидят люди, которые сегодня заправляют российской экономикой, ее финансами? Они вне России, на английской территории. Британская империя надеется, что контролируя Бразилию, она контролирует весь мир. А это все рушится. Эту реальность нужно понимать. Но с этим можно бороться. Нужно избавиться от этого чудовища, которое сегодня держит под контролем Россию. Но не всех русских, многие русские патриоты. Многие русские хотели бы развивать свою страну вместе с Китаем, с Индией, с другими странами. Делать капиталовложения высокие технологии, совершенствовать инфраструктуру и работать в общих интересах всех, в Азии и в Европе. Можно возродить Европу. Сегодня это мусорная свалка, она разрушена. Нам сегодня нужны крупные, широкомасштабные проекты инфраструктуры, восстановления железнодорожной системы, энергетики и прочее. Необходимо восстановить инфраструктуру для восстановления промышленности, которая нам нужна для функционирования экономики. Все это можно сделать. Займет два поколения, потому что мы утратили мастерство. Мы сегодня не умеем делать то, что делали два поколения назад. Мы все это разрушили. У нас сегодня нет железных дорог, нет сегодня системы массового транзита. Сегодня пить невозможно воду из-под крана, как это было раньше. Попробуйте воду из-под крана в Соединенных Штатах. Сегодня даже невозможно понюхать образование, которое дают детям в школах. Вот так получилось. Мы разрушили. разбирали. проходим с распространением в союзах. Продолжение следует...